Для всех задач, да? В чем состоит тут? Что надо делать? Мы должны подставить вот эти вот разложения при ДФЕ в нашу вступную задачу. Вот. Ну, если мы подставим ряд при этой неизвестной функции в уравнение, ну, в уравнение неизвестной функции, там больше ничего и нет, да, то мы получим. Значит, слово по К неизвестной бесконечности. ЦКТ от Д, из точки, УКТ от Д, равно у КТ, это неизвестной бесконечности. ЦКТ от Д, УКТ, два штейта от Д. Вот. Ну, ЦКТ с точки, что это производная по времени, по Т, вот, где она была, дифинансируется по времени, ЦКТ. По их дифинансируется, наоборот, университетные платы, или университетные. Но, поскольку они являются собственными функциями для оператора минус, университетные платами, то можно написать дальше, что это равно сумма УКТ. Администрия бесконечности, цитата от Д, минус, Лямбда КТ, УКТ от Д. Вот. То есть, тут мы воспользовались тем, что наши УКТ это собственная функция. Вот так получается. Прирагиваем коэффициенты при одинаковых УКТах и получаем следующую равную. ЦКТ с точкой равно минус Лямбда КТ, ЦКТ. Вот получаем такой дифференциальный уровень. Это уравнение первого порядка, однородное, с постоянными рефициентами. Ну, кроме того, значит, надо подставить разложение в ряды фурье известной функции и начального условия. Ну, а все остальное. Значит, если мы будем подставлять разложение в ряд фурье нашей функции в граничные условия, то мы получим здесь снова бесконечный ряд ЦКТ от Т на УКТ при Х равном нулю. Но каждая из этих функций у нас удовлетворяет граничные условия. Поэтому ряд здесь будет состоять из нулей. То же самое со вторым граничным условием. То есть граничные условия удовлетворяются автоматически за счет выбора нашего собственного функции. Осталось разобраться только с начальными условиями. Поставляем в начальном условии разложение для низкой основной функции и Т равном нулю. Значит, получится так. Сумма УК есть бесконечность ЦКТ от нуля на УКТ от 10 равно. еще раз. Я подставил разложение моей неизвестной функции при Т равном нулю. То есть вместо Т я подставил равную нулю. Начальному условию. А справа у меня должна стоять вот эта функция. Я беру ее разложение в ряд ФКТ. То есть это будет ракурсумма УК ФКТ, ну а то есть ФКТ и соответственно. Ну, ФКТ у меня уже посчитано. Посчитано. Что такое ФКТ я знаю. Снова приравниваем коэффициенты при одинаковом УКТ и получаем ЦКТ как УКТ равно ФКТ. Вот все это вместе представляет собой задачу Кашина для ЦКТ. Ну, только не надо как бы не упускать, что Т равно 1, 2, 3 и так далее. То есть тут их бесконечно много этих задач Кашина. Третий этап мы выполним. Дальше эту задачу Кашина надо решить. Как ее решить? Просто на самом деле. Сначала решаем дифференциальное уравнение. Оно первого порядка. И решение его это просто экспонент. То есть ЦКТ от Т равно такая-то неубъемленная константа АКТ умножить на Е в степени минус ну вот то, что тут есть лямбда-катая, да? Ну, а лямбда-катая это у нас вот это вот реалбда-катая это КАК квадрат. Поэтому я сразу пишу минус КАК квадратный Т. Дальше подставляем начальное условие. ЦКТ то есть 0 равно АКТ равно ФКТ все я решил задачу Каши то есть четвертая этапа тоже вот это был где вот это я написал задачу Каши это я ее решил задачу Каши ну вот наконец пятое надо написать ответ вот пишем ответ Пятое нет значит У ответ равно сумма КА отличие и бесконечность вот собираемся вместе я должен писать ЦКТ значит должен писать АКТ АКТ это равно ФКТ ФКТ на инстандент ФКТ на ЕС минус К квадрат Т умножить на КУ ФКТ от Х вот но теперь я вспоминаю что на самом деле вот эти ФКТ они для четных КА все равно 0 значит остаются только для нечетных К пирожек правильно вот то есть я пишу так что ну сначала чтобы потихонечку М от нуля на бесконечности то есть я перехожу к соглашению что равно 2 М плюс 1 на самом деле да 2 М плюс 1 вот я суммирую по М от нуля на бесконечности здесь Ф 2 М плюс 1 на Е в степени минус без тока в степени 2 М плюс 1 в квадрате Дм умножить на 2 М плюс 1 все остальные работают в собрании да ну и осталось теперь в явном виде подставить все что у меня есть то есть подставить отражение для вот этого коэффициента куе и что тогда получится то есть и сумма у м антиллятор бесконечности Так, 4mc поделить на корень из π, сейчас скажу. Ну да, в спи там было 2 треугольника, плюс 1. А вот то, что 2 поделить на подкосы. Да, вот так вот. Да, вот так вот. Дальше умножить на дверский минус 2m в квадрате t. И умножить на базискую функцию. Но базискую функцию будет так же. 2 в квадрате снизу, синус. 2 в квадрате снизу, синус. 2 в квадрате снизу, синус. Вот, отставил все. Ну, немножечко тут чего-то это самое сокращается. Вот эти корни, да? Вот, и с конференцией получается какой-то 0. А значит, 8 поделить на π можно вытащить. Правильно? 8. И вытащим. Ну, а дальше минус 2m в квадрате снизу. Внизу тут 2m в квадрате снизу. В квадрате снизу. Вверху есть минус 2m в квадрате t. И умножить все это на снизу 2m в квадрате снизу. Ну, вот, как-то так получается. Вот такой, в данном случае, бесконечный ряд будет решением нашей задачи. Видно, что, вот, на самом деле, если брать какие-то отличные от нуля моменты времени, ну, t равное там несколько секунд уже брать, то вот эти экспоненты, они с ростом m очень быстро вырастают. Да. И основной вклад дают только первые несколько членов с первыми имперами. А все остальные будут очень мало. Вот. Но, правда, это зависит от того, какое свойство мы считаем. Если мы будем считать свойства, связанные с какой-то производной, по x, вот данной функции, ну, т.е. не саму функцию нам надо в задаче финической считать, а, скажем, там, в какой-то производной форме, да, то надо помнить, что мы будем дифференцировать. И тут m выскочит, и, по-моему, это самое, по-моему, сокращаться с производной, дифференцировать, да. И, начиная с какой-то производной, все слагаем уже. Так, понятно? Да. Как это делается? Ну, вот, давайте, следующая задача, в ней есть качественные отличия. Это задача номер 2. Задача номер 2. Есть некоторые качественные различия, позвоночные соревнования. Поэтому, давайте, начнем ее вместе. 5, 1, 2. Ну, так. Достаточно. Герой того. У. Порядка. У. Порядка. У. У. Порядка. 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 У. У. Замой. Здесь. Ну. У. 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 Это самым комплексом. Вот такая задача. Вот, ну, есть, повторяю, некоторые хитрости по сравнению с предыдущей задачей. Вот, их несколько тут, на самом деле. Но первое заключается в том, как выбрать оператор, собственные функции которого на другом базе. В теории у нас было так, что вот мы пишем уравнение, ну, вот если это уравнение типа теплопроводности, то вот это вот QT, наша левая часть уравнения, дальше стоит LQ, ну, а дальше стоит свободный человек. То есть, вроде, по идее, вот это, ну, точнее, минус LQ, вот это вот не будет минус LQ, вот эти два продателя. Но, если посмотреть тогда, что получится, то это, как бы, первый вариант. LQ равно минус U, в вашем языке минус 4U, вот, чтобы вот это вот было равно минус LQ. Если посмотреть на этот оператор, ну, в принципе, ничего страшного, можно для него решать задачу на собственные значения, но в теории мы рассматривали не такие операторы. В теории у нас оператор выглядел так, вот LQ, в теории, это минус, это вот дивергенция V градиента, плюс Q, ну, вот эта вот дивергенция V градиента, это как раз есть вторая производность, минус, минус. А вот Q в теории больше нуля, а если мы возьмем оператор так, как мы сейчас это делаем, тут будет Q меньше нуля. Понимаете, да? Ничего страшного. Для этого оператора можно решать задачу на собственные значения, но только нельзя пользоваться теми теоремами, которые мы доказывали вот для этого оператора. Вот когда Q было, больше либо равно нуля. То есть надо по-чистому решать задачу на собственные значения. Лябда меньше нуля, лябда равно нуля, лябда больше нуля. Решили и все в порядке. Но если мы хотим все-таки пользоваться этими свойствами для оператора L, тогда оператору надо выбирать все-таки вот так вот. LQ равно минус Q в вашихах. Ну тогда как бы вот это слогаемое, 4U, мы в оператора не включаем. В оператор не включаем. Часто решили. А его как бы по определению вроде бы и в свободный член тоже нельзя включить. Правильно? Но на самом деле оно, ничего такого особенного собой не представляет. Вот когда мы будем после того, как найдем базис для этого оператора, разлагать все в ряды фурье, то вот на этом месте просто появится 4 умножить на соответствующий ряд фурье. То есть представить его в виде разложения фурье запросто же можно. Вот. Ну то есть я предлагаю действовать именно таким образом. Оператор взять вот с того, где минус все-таки вторая фурья. Ну а потом разлагать вот это слогаемое и вот это слогаемое по собственным функциям вот этого оператора. Вот этого оператора. Понятно, да? Вот. Ну, кому нравится, могут считать, что мы как бы когда все-таки внесем вот это слогаемое в свободный член, да? Опять как бы мы определяем свободный член, как известную причину, вот тут как бы может быть еще и кульция в известную причину, да? Вот. Можно и так так смотреть. Итак. Значит, вот первая особенность этой задачи. То есть я предлагаю все-таки писать задачу. Я. 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 Опять. Я. 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 Мы решаем эту задачу. Так, ну, два наши условия дополнительные. У ответов не работал не ответственно, и норму одна единица. Просто дописываем, да? Задача на торговле значения просто дописываем. Так, вот записание задачи. И теперь смотри. Это тот оператор, о котором она речь у нас в теории, да? С однородными ограниченными устройствами, все в порядке. Значит, λ меньше 0, у него нет. А λ равно 0, есть ли у этого оператора или нет? А, проверите. Да. Проще всего проверить, вот если вы не помните теорему, то λ равно 0 проверим. λ равно 0, это собственная функция равна константе. Вот. Подойдет тут константа или нет? Да. Ну, λ равно 0, здесь 0. Константу подставили, 0 равно 0. Ну, естественно. Уравнение удовлетворяется. Константу продифференцировали, при x равно 0 получили. Продифференцировали, при x равно b получили. Подходит. То есть здесь, вот это надо как бы четко понимать, что вот он, единственный случай, когда есть рябда равная 0. Оба граничные условия, это производные. Оба граничные условия производные. Вот. Это тот самый единственный случай. То есть рябда равно 0. У, ну, любое, равно некоторой константе. Так? И из условия нормировки квадрат от этой константы, интеграл от нуля до пира, равен единице. Так? Должен быть равен единице вот эта нормировка. Вытаскиваем. Вытаскиваем. Величину. Так вот так стало. Вот он. Ну а дальше рассматриваем случай ябда больше нуля. И тоже находим решение. Давайте. Ябда больше нуля. Ищем решение. И. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...